Год? Надо вспоминать. Год? Ты типа знаешь. 19, 16, 17. Давай 16. Дата свадьбы. Женя позвал в ресторан на ужин и сидим ужинаем, сказали третью тозу за любовь и он такой говорит я выйду, вышел и вернулся с огромным букетом цветов, пока я бы держал этот букет этот огромнейший, пыталась его в сторону поставить, ставлю, смотрю он уже стоит на одном колене с кольцом, вот так сделал предложение. Как мило. У меня Женя в баскетболе. Их много. Какого? Нет, один только. Кто? Я очень далека от баскетбола. Еще пароль от... А, ну это ладно, хорошо. Любимый мультфильм детства Жени? А, ну я знаю. Даже я не знаю. В смысле, который ты пересматривал даже недавно. И плакал в детстве. Мультфильм? Ну да. И плакал? Да. Когда главный герой умер. Наруто. Ты ж Наруто любишь. Ну, раньше любил. Точно Наруто, нормально, да. Точно. Любимый актер Леры. Только попробуй неправильно ответить. Даже книжка, его стоит стихами. Петров, да? Петров? Я не помню. Посмотри. А папе не показывай. Договорились? Да. Хорошо? Молодец. Любимая еда вашего сына? Сыночек, давай, у нас преимущество. Любимая еда вашего сына? Если честно, он любит все на самом деле. Молодец в плане еды. Пишем молочко. Ну, нам виднее, может, нет? Вам, да. Они написали молоко. Кем Лера мечтала быть в детстве? Ну-ка, даже интересно. Мамой, ну-ка. Конечно. Во сколько лет Женя начал заниматься баскетболом? В школе? В четвертом классе в каком-то тебя взяли? Сколько там лет в четвертом классе в школе? Ну, я на этот вопрос, походу, неправильно отвечу. В шесть лет? Что ты врешь? Тебя в первом классе взяли баскетбол? Да. В первом классе? В первом классе. Нулевка еще была. Я не знала этого. Любимое блюдо, Женя? Прям блюдо? Даже я не знаю. Та-дам! Та-дам! Сколько мы до свадьбы, наверное, три года встречались? Да, три года. Да. Она два года жила больше. После чего я уже поняла, что у меня все серьезные. И предложила я ей уехать в Минск. После чего мы поженились. У нас была винная церемония. Мы писали друг другу письма, закладывали с бутылкой вина. Письма не показывали. Там стоит ящичек, кстати. Каждый год, как только годовщина, мы открываем этот ящик, читаем письма друг друга, открываем эту бутылку вина и распиваем. И точно так же на следующий год пишем новые письма, закладываем, новая бутылка вина и в следующем году открываем. Вот. Вот так обычно это происходит. Я пришел по стренировке, получается. И, ну что, не было. Не было так, что настроения. Ну, и Лерка дала мне, получается, такой большой киндер и говорит, ну, типа, держи это тебе. Я уставший, говорю, типа... Я не хочу сладкое. Да, не хочу сладкое, потом открою. Она говорит, открой. Я говорю, Лера, говорю, не хочу. Ну, так уже прям... Она там бесюча еще. Говорит, открой. Ну, вижу, что она еще без настроения вот такого особого. Говорит, открой. Ну, конечно, я такой, говорю, я сказал, я не буду. Она же очень... Так серьезно меня начало обижаться. Я думаю, ну, ладно, открываю, а там... Тест, надо греметь. Я уже думаю, все, сейчас ей кину это и ничего не узнаешь. Узнаешь потом, через 9 месяцев. Я пошла, когда делать первое УЗИ, попросила врача, чтобы она написала... В конверт положила, не говорила мне, кто будет, положила это в конверт, запечатала и все. И потом вот я отдавала там, нашла девочек, которые мне сделали шар внутри с дымом. Тоже было весело, как мы все это делали. Надо было забросить на их кольцо. Да. Чтобы утром тепло ребенка. Да, шарик лопался, и там уже был дым. Синий, либо голубой. Ой, синий, либо розовый. Вот. Так и узнали. Когда завершу карьеру, хочу сесть на мотоцикле во Владивосток. Ну, на другом мотоцикле. По бездорожью. И попробуйте. Мы уже работаем в этом плане. У него уже есть маленький мячик. Баскетбольное кольцо. В которое мы любим забрасывать мячики. Он, кстати, даже когда не умел еще ходить, ползал. Женя так ему кольцо опускал, он садился и уже бросал. И мячик отпускал. Да. И смеялся, всегда улыбался куда-то сюда. Всегда, когда забивается, всегда улыбается. Всегда улыбается, смеется и хлопает в ладоши. А сейчас вот ему просто можно дать мячик баскетбольный, маленький. Его он знает, что нужно идти бросать в кольцо.